всем здоровщики народ с вами хася сегодня мы с вами будем говорить в основном про польские танки и про прокачиваемые и про новую коллекционную девяточку и вент который скоро уже стартует сегодня вы узнаете что оказывается 60 тп левандовский не такой уж и днищинский танк в лице и немножечко про ивент на 50 тп погнали настоящими героями не рождаются ими становятся world of warships сотни тысяч командиров каждый день сражаются в море управляя кораблями самолетами и подводными лодками обновленные эффекты взрывов пожаров и всплесков перенесут тебя в самые горячие точки середины двадцатого века пора выбирать страну и заступить на службу твои первые корабли уже ждут тебя в порту и готовы к бою регистрируйся в игре по ссылке в описании и забирай большой набор подарков двумя первоклассными крейсерами пора играть ух ребятки волосы кстати до сих пор не отросли ну кто помнит я в июне красил волосы в зеленый потому что я слил челлендж на прокачку танка ну ладно так вот как вы знаете а может быть не знаете что 60 тп левандовский это 10 уровень новой польской ветки которая скоро появится в игре и у нас есть маленькие такие вот бомбежи в нашем комьюнити блица что по сравнению с бб левандовский ну ну послабее конечно будет я сегодня зашел на сайт blitzstars.com и немножечко ошалел 60 тп уже катается в рандоме то есть много тестеров катает и уже появилась статистика среди вот этих вот товарищей давайте на нее посмотрим тогда как вы видите 60 тп левандовский левандовский егу меня будет левандовский мне пофиг за последние 90 дней этот танк на первом месте по винрейту среди всех танков мы видим что у него 61 процент на втором месте химера потом крушитель самоа удивительно дракула акула ну дальше неважно во первых у меня вопрос где про гетто 46 во вторых ну я немножко в шоке если вы не в курсе какие проблемы у нашего блицовского 60 тп то вот вам скрин вот это броня слева в бб справа блица то есть мы видим что он ну картоннее конечно же и от проблема но не только в броне дело ребятки лайк прожмите пожалуйста вам не сложно мне приятно и полезно вот на 60 тп и по версии сайта blitz ангар соперничает он с краном т-95 и 6 и объектом 260 ну я бы сюда может быть еще и 100 добавил все таки но есть что-то общее по крайней мере альфа и смотрите мы видим что ну я оборотку брал не можно чем они собрать и мы видим что но танк довольно таки не имба почему-то ну я вот смотрю я не чувствую что это имба мы видим что он и по дпм у такой себе и по разбросу и сведению ну и помочь ну по проходимости грунтов короче есть моменты где он прям не фонтан да и мы понимаем что у него броня еще понервная по сравнению с бб ну понятно чтобы б это другая игра нас интересует вот этот параметр мы видим что урон 600 единиц да это большой урон вопросов нет ну по меркам блица но в бб у него 750 вы понимаете я не знаю сейчас но 600 это много то есть я играю на это я бы не хотел чтобы по мне прилетала 600 а 600 в средне то есть там и 700 может вылететь да по факту если сделать 750 среднего урона с выстрела альфа блять но это будет пиздец наверное все таки то есть 850 ббшечку словить так и в этом бабаха уже плюс-минус где-то стоит кидает 600 у нас выстрела печальненько ну для тех кто играть на тт и те кто пришел с бб потому что немножко не те цифры и давайте посмотрим вот на эту вот картинку прекрасно как будут видеть в среднем танки 10 уровня наш 60 тп выглядит если честно страшно вот особенно вот эта вот картинка потому что он красный и вы помните что он понерфлен и по броне по сравнению с ббшным танком до борта видимо конечно розовую полосу фальш борта борт будет шиться жопа ну понятно да морда танкует если мы еще сделаем вот так вот кстати почему то мне кажется может мне что-то так что по-моему справа больше бронирован чем слева 160 нет то же самое все видим и что здесь 160 в башне 200 280 но нас интересует не просто броня а приведенная броня если вы не значит какой приведена броня это броня с учетом уклона то есть если броня прямая 90 миллиметров так она уже 130 допустим то есть мы видим что приведенка 800 500 блять ну вот тут вот понятно что маска даже этот лючок он 240 250 но будет пробиваться за но вот это вот вот это вот часть это просто ужас какой-то это вообще будет блин лютая херня 350 влд под наклонами 600 нлд вот нлд пробиваться будет то есть даже вот при таком состоянии он реально жестко выглядит я не хочу с этим танком пересекаться в игре я хочу с е100 встретиться у которого плоская броня голду под башню в нлд жечку куда-нибудь там в щеку еще можно куда-то закидывать да это ужас какой-то нас еще интересует углы вертикальной наводки нас интересует вниз в основном низ 7 градусов не фонтан но было бы больше было бы еще жестче то есть башня крепкая увн и были бы еще лютые и он бы вообще от башни просто бы уничтожался хотя я думаю что он так будет от башни очень больно делать честно я считаю что это будет очень сильный танк который наверное стоит прокачать но пока что мы ничего не будем загадывать но то что я вижу мне в принципе нравится если вы вот это вот напишите в комментарии как вам танк я все-таки немножечко по ст ну я полностью по ст поэтому ну вот это вот тема меня немножечко обходит стороной в общем видим что люто видим что по серверной статистике он сейчас в топе поэтому будет что-то серьезное и давайте перейдем ко второй теме 50 тп прототип вы знаете что 20 сентября стартует клановый ивент я хочу немножечко объяснить про этот ивент кто еще не понял и некоторые моменты рассказать вам во первых клановый ивент нужно будет проходить клановые база боевые задачи получить могут не все то есть зарабатывают все очки но кто соберет косарик там по-моему если не ошибаюсь тот и получит танк ну косарь и ивентной валюты дело в том что наш редактор покумекал и прикинул что в принципе можно пройти даже с двумя человеками в клане в человеками людьми танкистами то есть два тела в клане и можно в принципе пройти но нужно потеть прям потеть потеть да я же хочу вам предложить нормальную тему вы же знаете что у меня есть телеграм-канал ссылочка будет в описании я вам предлагаю подписаться на него или потом перейти когда вам будет удобно двадцатым числом и уже там будем делать большую тему где люди будут собираться в кланы то есть если у вас нет клана или вы хотите найти активный клан а там будут активные ребята потому что они сидят они конкретно будут выбирать клан то есть перейдете туда и вы там найдете себе сто процентов клан который будет именно заточен под ивент ну вот ссылочка будет описание вторая тема по поводу 50 тп прототип от которой я охренел это то что танк будет не в новом качестве я понимаю что там давно в тесте то есть он выкатывался еще в те времена вводился в игру когда не было вот нового качества еще ни одного танка не было но камон блин уже сколько месяцев прошло то есть пару месяцев уже прошло да они знали что они заранее делали все это почему вы не перевели танк уникальный танк который люди будут хотеть которые будут потеть который бы просто ну реально будет очень много сил у него потрачено почему он не переведен в новое качество вы чё на приколе что ли одно тело с компа достанешь скажи так блять чтобы завтра был новая модель ничего не знаю ну камон вечер ну чё для тех кто хочет просто заработать на этом танке то есть он даже не планирует его катать я могу вам сказать то что танк будет стоить 5000 золота при продаже ну не фонтан конечно но десятки коллекционный стоит 7500 то есть как бы ну все в принципе логично ну и последнее что я хочу вам рассказать про ивент то что нужно будет выполнять его с четвертого уровня то есть не знаю кто пытался или хотел ли думал вообще проходить ивент на песочных танках то есть 2 3 1 на мс-1 я не знаю 4 уровня я же подробнее уже когда появится какие-то информации сливы ближе к релизу ивента я вам все расскажу поэтому подписывайтесь на канал прожимать колокольчик на этом если будем заканчивать если вам было интересно прожимать и лайк а если вы еще прошли его раньше то не убирайте все всем спасибо за внимание увидимся с вами